Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида, Господи, помяни царя Давида, и всю крутость его. И сегодня мы будем читать 52-й псалом. Этот псалом сходен буквально, за исключением 6-го стиха, с 13-м псалмом. И он небольшой, здесь всего 7 стихов. И давайте посмотрим, какое надписание этого псалма по тексту греческой септуагинты. В конец радостная хоровая песнь в научение Давида. Ну, такое же надписание по-славянски должно быть, но немножко изменено. А в конец о мае-лефе разума Давиду. Разума Давиду. И давайте посмотрим, как по еврейской массоре надписание управителю на скорбном вразумлении от Давида. Но немножко непонятно, откуда тогда в септуагинте взяты вот эти слова «радостная хоровая песнь». Получается, что церковно-славянский перевод, он более близок к еврейскому. Это скорбное вразумление, потому что здесь говорится о нечестии безбожников, и какая тут радость, как бы не очень понятно. Итак, начало этого псалма, всего 7 стихов. «Безумный сказал в сердце своем нет Бога. Они развратились и гнусны стали по причине беззаконий, нет делающего доброе». И в случае с еврейским текстом здесь получится «Сказал негодный в сердце своем нет Бога, искажали неправедным, оскверняли, никто не делает доброе». Это близкий к дословному переводу. Здесь на себя обращает то, что безумный и негодный древних времен говорит, что нет Бога в сердце своем. Почему? А он боится говорить это открыто. Потому что если он скажет это открыто, его побьют камнями. А сейчас безумие и нечестие возросли настолько, что люди это могут говорить не только в каких-то потаенных уголках своего сердца, они говорят это устами, они это пропагандируют, что мир как бы существует сам по себе, сам из себя и сам в себе. Но тогда это выглядело как безумие и как крайняя форма нечестия. И здесь очень интересная взаимосвязь. Безумный сказал в сердце свое, нет Бога, они развратились и гнусны стали по причине беззаконий, нет делающего доброе. А как это взаимосвязано? Когда человек отрицает Бога, это путь нравственного падения для человека. Помните, как Федор Михайлович Достоевский пишет, а если Бога нет, тогда все можно. Таким образом, когда на нашей земле разрушали храмы, сжигали святые книги, святые иконы, то уничтожалась нравственность и мораль в ее чистом виде. И безбожие и развращение, гнусные дела, они как бы все соединены. То есть одно проистекает из другого. Но кто-то может спросить, а разве верующие не совершают гнусных деяний? Ну давайте посмотрим, какая реакция у неверующих на гнусные деяния верующих. Сами неверующие говорят, какой же он верующий, если он так поступает? Таким образом, даже если человек верующий, он вдруг поступает таким же развращенным образом, как неверующий, то в нем обнаруживается безумие неверия. Как ты можешь грешить в присутствии Бога? Это значит, какое-то безумие находит на человека, он как бы входит в некий такой ступор, когда ощущение присутствия Бога исчезает, и он один на один с собственным грехом. Поэтому в любом случае нечестивая жизнь это рецидив безбожного мировосприятия. И далее мы читаем, третий стих, «Бог с неба презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, если разумевающий или ищущий Бога». С еврейского это будет звучать так, «Бог с небес взирает на сынов Адама, а чтобы видеть, если разумевающий, вопрошающий Бога». Ну, очень сходные возможные переводы по септуагенте и по Масури. «Все уклонились, стали совершенно негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Это четвертый стих этого псалма, и мы помним, что в послании к римлянам апостолу Павлу он использует именно этот текст, когда говорит и пишет о том, что все согрешили и все лишены правды Божией, нету праведного ни одного. То есть все такое нечестивое совершается от забвения памяти о Боге. Как сказано, они не заботились иметь Бога в разуме и предал их Бог за это неправедному уму, то есть как бы оставил их один на один с их нечестием, и они делали всяческие непотребства. То есть они уклонились от норм морали, стали совершенно негодны, они потеряли путь добра, и как бы все провалились в это состояние. «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, пятый стих, поедающие народ мой, как едят хлеб? Господа они не призывали». То есть они не просто имели забвение о Боге, думая только о своих грехах, а они перестали молиться. И Давид как бы вопрошает, «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, поедающие народ мой, как едят хлеб?» То есть от атеистических таких рассуждений у них возникает потребительское отношение к людям, к другим людям, и они поедают народ Божий так, как едят хлеб. И мы помним, как именно при атеистических режимах осуществляется геноцид. Геноцид устраивался в нашей стране, когда воинствующее безбожие подняло голову. Геноцид устраивался в Камбодже, во Вьетнаме, в Китае коммунистическом. То есть всякий раз, когда люди теряют ощущение Бога в этой жизни, все это кончается тем, что они начинают пожирать друг друга. Там они трепетали от страха, где не было страха. То есть наказание им, они теперь ждали, что с ними поступят так, как они поступают с другими. И они испытывали чувство паники там, где, в общем-то, не было основания для паники. Помните, как Каин, который говорит, «Всякий, кто встретится со мной, убьет меня». Ну, а кто с ним встретится? Не очень понятно, как бы. Правда, есть предание, что Каин произнес эти слова, после того, как он убил Авеля, вдруг дикие звери начали на него бросаться, рычать, оскаливать свои зубы, и он испугался. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, то есть все те, которые пошли путем апостасии, то есть отступления от идеалов веры. «Там они трепетали от страха, где не было страха». Давайте посмотрим, как этот стих 6 звучит с еврейского. «Там проникнутся страхом, где нет страшного, ибо Бог рассеет кости обложивших тебя, то есть тех, которые осаждают народ Божий. Ты их пристыдил, ибо их Бог возгнушался». И посмотрим, как это звучит над церковно-славянским. «Там у страшишися страха, и дежи небе страх, ибо Бог рассыпал кости человеку годников, постыдешися, яка Бог уничижи их». То есть они уничижали других, за это Бог уничижает их. «Кто даст Сиона спасение Израилю, когда возвратит Бог пленение народа своего, здесь вот пророчество о возвращении из вавилонского рабства, пленение, когда возвратит Бог пленение народа своего, тогда возрадуется Яков и возвеселится Израиль». По-церковно-славянски, «кто даст от Сиона спасение Израилева, когда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль». И по Масори будет он, да, явит Сиона спасение Израиля, когда совершит Бог возвращение своего народа, возрекует Яков, возрадуется Израиль. Вот здесь как бы такая главная мысль, она передается тремя переводами по септуагенте, по-церковно-славянски и по Масори, что возвращение к Богу осуществляется после того, как Бог посылает некое наказание. Вот в случае с еврейским народом, это было вавилонское пленение, 70-летнее. А в случае с русским народом, это 70-летнее пленение со стороны большевистского режима, когда богопротивники пришли к власти, расстреливали священников, разрушали святые храмы. Но именно оказавшись в пленении, люди вспомнили о Боге, они отвергли путь безбожия, они нарекли этот путь безумным, нечестивым, негодным, и обрели раскаяние, которое позволило им вернуться к прежнему формату бытия в Боге и с Богом, как его народ. Поэтому Божье наказание всегда имеет целью некое вразумление человека и его возвращение к тем духовным началам, которые и делают народ тот или иной народом Божьим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова